Итак, к новостям. Донским наркополицейским поступила информация, что житель Волгодонска на своей даче торгует марихуаной. Оперативники под видом покупателей произвели контрольную закупку. Информация подтвердилась. Во время обыска в доме 43-летнего мужчины была обнаружена крупная партия наркотика весом более 3,5 килограммов, которую хозяин прятал на чердаке и в подсобке. В отношении подозреваемого, бывшего снабженца одной из коммерческих фирм, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение сбыт наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. И кроме того, продолжается расследование дела по факту отравления трех несовершеннолетних детей. Напомню, 7 апреля воспитанники Цемлянской школы-интерната были госпитализированы в районную больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Как выяснилось в ходе обследования, двое из них поступили с незначительной степенью отравления. Однако третий воспитанник интерната уже был доставлен с диагнозом полиорганная недостаточность, вдобавок к дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности на фоне отравления неуточненным химическим соединением и находился в коме третьей степени. В результате необходимых реанимационных работ жизнь Романа Сада так и не удалось спасти. Состояние двух других оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент злосчастное химическое вещество направлено на исследование Волгодонскую токсикологическую лабораторию. По версии следствия, директор школы-интернат не обеспечила должных мер по охране жизни и здоровья воспитанника вверенного ее учреждения. В результате чего трое 14-летних учащихся пятого класса школы-интернат, находясь во время занятий на территории школы, выкурили сигарету, в табаке которой содержалось неизвестное вещество, полученное при раздавливании неустановленных ягод светло-синего цвета и смешивании данной массы с табаком сигареты. После выкуривания сигареты все трое несовершеннолетних 7 апреля были госпитализированы в медицинское учреждение, а 11 апреля один из несовершеннолетних скончался. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области воспреждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательной школы-интернат основного общего образования города Цемлянска Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность».